Вместе с солнышком ложимся, чтобы утром рано встать. К снам волшебным мы помчимся мир чудесный открывать. Ребята, укладывайтесь поудобней. Сейчас я вам прочитаю сказку «Баба-яга» и «Лутонюшка». В некоторой деревне жил старик со старухою. Детей у них не было. Однажды старик поехал в лес за дровами, это было зимою. Нарубил дров, сколько нужно было, да срубил еще лутошку. Приехал домой, дрова на дворе оставил, а лутошку в избу принес и положил в подпечек. На третий день что-то в подпечке зашумело. А потом как закричит «Тятя, мама, выньте меня!» Старик со старухой испугались, да слышат и в другой раз тот же голос. «Тятя, мама, выньте меня!» Старик поглядел в подпечек и увидел там небольшого мальчика. Старуха вынул его оттуда, показал старухе и назвали его Лутонюшка. Стали его кормить, поить. Пришло лето, стал мальчик промышлять рыбную ловлею и тем промыслом кормил старика со старухой. Старуха, бывало, придет к нему на ловлю и кричит его. «Лутонь, Лутонь, Лутонюшка, пригрянь, пригрянь-ка бережку, я тебе дам пирожка с начинкою!» Лутоня как заслышит голос матери и подъезжает к берегу. От матери берет кусок пирога, а ей дают рыбу. Однажды подглядела эта баба-яга, пришла к тому месту и начала его манить такими же словами, как и мать кликала. Лутонюшка услыхал толстый голос бабы-яги и сказал ей в ответ, «Нет, не матушкин голос, этот очень толстый». «Поди язык, поточи!» С тем баба-яга и отправилась. После того приходит туда же старуха, его мать названная, и начала манить. «Лутонь, Лутонь, Лутонюшка, пригрянь, пригрянь-ка бережку, А я тебе дам пирожка с начинкою!» Лутонюшка услыхал материн голос, подъехал к берегу, взял у нее пирог, а ей рыбу дал. Старуха ушла, а баба-яга выточила свой язык наточили и, немного погодя, прибежала на берег и стала манить Лутонюшку. Лутонюшка не узнал ее голоса, подумал, что мать его зовет, подъехал к берегу, а баба-яга его схватила и утащила в свою избу. А у той баба-яги было три дочери. Она приказала большой дочери истопить избу жарко-жарко, Лутоньку ожарить, а сама ушла в поле гулять. Большая дочь истопила избу, привела Лутоньку и велела ему садиться на лопату. Ай, а Лутонька-то был неплох. Начал отговариваться, что не знает, не ведает, как сесть на лопату. Покажи, просит, как надо садиться. Дочка баба-яги села на лопату, а Лутонька взял лопату и сунул ее в печь. А сам залез на полдовку. Приходит баба-яга и спрашивает. А дочери вынули из печи и подали матери. Она все и скушала. Вышла на двор и говорит. Ох, покатаюсь, поваляюсь на Лутонькиных косточках. А Лутонька сидит на полдовке, да себе говорит. Ох, покатайся, поваляйся на дочерних косточках. Баба-яга увидела Лутоньку и закричала. А-а-а-а, как не встану, а достану тебя, Лутонька. Достала Лутоньку и отдала. Приказала своим дочкам ожарить. А сама опять ушла. Дочери стопили избу. Средняя хотела посадить Лутоньку на лопату. Но он ее обманул. Ее и сунул в печь. То же самое он сделал с младшей. Баба-яга пришла домой. Стала звать дочери. Нет никого. Вынула сама жареная и съела. Потом вышла на двор и говорит. Покатаюсь, поваляюсь на Лутонькиных косточках. А Лутонька с полдовки отвечает. Покатайся, поваляйся на дочерних косточках. Ах, баба-яга увидела его, осердилась и хотела достать. А как Лутонька закричит жалобным голосом. Ах вы, гуси, ах вы, лебеди, прилетите ко мне, вырвите поперышку. Гуси-лебеди прилетели, вырвали у себя поперышку, сделали два крылышка и дали лутонюшки. Лутонька взял и улетел от бабьи-яги к отцу и к матери. И стали они вместе с ним жить-поживать, да рыбку из воды таскать. А теперь закроем глазки, попрощаемся со сказкой. Доброй ночи, сладких снов. Спи, малыш, и будь здоров. Субтитры создавал DimaTorzok